МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служители закона, правды и справедливости, прокуратура и адвокатура Беларуси означают сёння 96-ю годовину утворения. Здоровье, сила, прыгажость. У корме сёння открыли спортивный городок. А зараз об гэты меньшим больше подрабязна. Беларусь выступает за широкий диалог по усих международных пытаньях. Гэты заявил президент Александр Лукашенко на церемонии уручения верительных грамот. Одразу 10 новых послов аккредитованы в нашей краине. Сюрод их представники Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана и Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конга и Замбии будут працаваць у нас по сумещальництве. С этой прыгожей и символичной церемонии официйно стартует их миссия. Верительные грамоты – это документ, який подтверждает полномодство дипломатов. Витают шипослокера, у них державы особенно подкресли уважный национальный момент внешней политики Беларуси. Вы прибыли в современные, динамично развивающиеся, безопасные для проживания и удобные для ведения бизнеса европейских государств. Наша страна обладает сильными промышленностью, сельским хозяйством, серьезным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Одной из наиболее перспективных отраслей отечественной экономики является IT-сфера. По ряду направлений мы уже заняли лидирующие позиции в регионе. Высокотехнологичными компаниями мира проявлен интерес к нашему парку высоких технологий, индустриальному парку «Великий камень», другим инновационным площадкам, которые имеются во всех областях. Они превращаются в центре притяжения инвестиций. Беларусь – исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему, вдумчиво к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной и внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированность, прагматичность и последовательность, особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью. Министерство экономики завершило корректировку декрета номер 10 об створении додатковых умов для инвестицийной деятельности в Республике Беларусь по инвестдоговорах. Зараз документ находится у администрации президента. Наши корреспонденты подчинялись, как сегодня реализуются буйные инвестдоговоры в Гомельской области. Разом с депутатами облсовета наша здымочная бригада наведала предприемству «Гомельшкло» и завод «СанТекс». Выники специалисты обмерковали на пленарном посаджении у Гарвы-Канкаме. На заводе «СанТекс» с 2013 года реализуют инвестиционный проект по выпуску эмалированного посуду. На одражение вытворчасти поэшло 5 миллионов долларов. З их 3 миллиона инвестиций. По якости гэты посуд не горзо импортный. Гледячи на ассортимент и внешний выгляд, у яго конкурента с дольности нема сумнению. На предприемстве не вырабляют только шкляные накрылки и пластиковые ручки. Яны импортные. Першие – китайской вытворчасти, другие – переважно итальянской. Новое предприемство – гэты и праца для людей. Працовные места тут отрымали каля 250 человек. Что месяц яны вырабляют каля 15 тысяч каструль, а их необходимо продавать. Тому задача – выходить на новые рынки. Мы находимся в постоянном поиске новых рынков сбыта. Такие, как Германия, Польша, Прибалтику. Мы уже вошли с нашей кастрюли в Россию и в Украину. Экспериментируем с дизайном, с исполнением наших изделий. И хочу сказать, что кастрюля белорусского производства очень качественная, соответствует очень высоким европейским требованиям. Наступный пункт выездного посяжения – Гомель-Шкло. Предприемство «Резидент» свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Естественно, мы заинтересованы в создании производства. Для того мы и созданы были, чтобы привлекать инвестиции с целью создания экспорта ориентированных и импортозамещающих производств. Мы сегодня находимся на Гомель-Шкле. Это тоже «Резидент» свободной экономической зоны, который пользуется льготами. И полученные деньги он направляет на развитие производства, как вы видите здесь. Мы каждый год регистрируем новые и новые предприятия. Это не маленькие, не мелкие какие-то предприятия. Потому что инвестор должен вложить не менее 1 миллиона евро в производство. Это должно быть крупное производство. На Гомель-Шкле завершается реализация инвестпроекта. Установка новых вытворчих линий. Уведение опошней по вытворчести шкла с покрытием поделено на две фазы. Первая выканана 2 года тому. Другую уведут селита. На линии можно выраблять энергосберагающее шкло, мультифункциональное и солнцеохолное. Мы развиваемся, мы выходим на новые продукты. На сегодняшний день, скажем так, да, пока основной рынок это Республика Беларусь. Но когда будет уже проведена продукция до определенного высшего качества, которое мы планируем, мы будем продавать за пределы Республики Беларусь. На сегодняшний день из всего объема производства 80% эта продукция экспортируется. За 7 с половой годов, которые прошли с момента уступления в силу декрета номер 10, в Гомельской области заключено 200 инвест-договоров. Притягнуто свыше 2 миллиардов долларов инвестиций. Уже реализовано 86 инвест-проектов. Унушальные личбы и по Гомелю. С начала действия декрета у нас всего и уже реализовано. И то, что еще реализуется, 67 инвестиционных договоров. Из них 25 уже реализовано. К сожалению, есть договора, которые по разным причинам, они не реализованы. И в действии сейчас 15 инвестиционных договоров текущие. Сферы деятельности – это промышленность, это производство, торговля, услуги. Чакается, что смены у декрет номер 10 зробят инвест-климат Беларуси больше привабным для айчыных и для замежных инвесторов. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Павел Антона. Утель радио компания «Гомель». Сегодня в Беларуси означается День работников прокуратуры. Ее дейность началась в 1922 году, после принятия решения Центрального выканавшего комитета Беларусской ССР об прокурорском нагляде о борьбе со злочинностью. А в сучасных буднях супрацовников прокуратуры «Гомельской области» для тех, кто ожидает стать прокурором, вошедшая юридичная эдукация обовязковая. Олег, это не отдельное потребование. Спочатку необходимо сдать квалификационный экзамен в областной и республиканской прокуратурах, пройти специальную проверку на профессиональную ответственность, 6-7-месячную стажировку и в речи это стация, когда все выпробования пройдены поспеховы, тогда можно лечить себя супрацовником прокуратуры. Координовать работу всех державных структур по недопущению супрацправных деяний и захованию правов и законных интересов грамадян задача прокуратуры состоится постоянной на протягу уже не каких-то десяти годов. Причем формы работы могут быть самыми разными от ожитивления нагляда за законностью державными обвинувавцами в судах до особистых приемов грамадян. Отременная на их информация выкористовывается при проведении проверок, а при наявности подстав принимаются меры прокурорского реагования. Мы все-таки оцениваем свою работу правозащитной деятельностью. Мы сегодня говорим о том, сколько граждан получили защиту своих социальных прав путем обращения в прокуратуру, а прокуроры вынесли акты прокурорского реагирования, защитили их интересы или обратились в их интересах в суд и в суде защитили их интересы. Деяность прокурора, бытая одна самых складанных и насыщенных, на суперраспосюженные думцы, шматчасу прокуроры проводят на працонном месте, получающие паперы, хотя выезды на место вздарению так само не выключаются. При поступлении на працу в прокуратуру на умение претендента працовать с великим объемом информации, звертается особливая уваха. Разум с тем, гэтая профессия, и одна самых небеспечных, была часто связана с раскрытием коррупционных схем и перевышением службовых полномострову керувниками розных аузровню. Гэта праца, якая потребует стойкости и сумленности. Если говорить об уголовных делах, конечно, коррупционные дела всегда имели особо актуальный, скажем так, общественный резонанс вызывали, потому что, как правило, к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные должностные лица. Уголовные дела, которые связаны с экономикой, тоже имеют широкий общественный резонанс. Если говорить о сегодняшнем периоде текущего года, то у нас небольшое снижение по линии выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Я бы это все в первую очередь связал с активным противодействием со стороны правоохранительных органов. Очень много у нас выявляется интернет-магазинов, сбытчиков наркотических средств, которые реально оказывали очень неблагоприятное влияние на обстановку в городе. Закрыли эти магазины, и фактов появления новых точек стало гораздо меньше. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». До речи прокурор Гомельской области Виктор Морозов завтра завитает в студию программы «Деалог». Я на видеоэфир на телеканале «Беларусь4Гомель» у 19.01.20 хвилин. Свои питания гостю студии вы сможете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру «Гомель» 342043 с допомогой Вайбера. Долучайтесь. Протягиваем выпуск. Наступный сюжет таксама про тех, хто просвятил свою житё служению закону. Молодые следшие и самые досвеченные специалисты, таксама тех, хто только плануя володать гэта цикавой и складанной профессией. У Жлобинске в районе проходит навучально-методичный сбор следших зуссёй Гомельской области. Наш корреспондент Марина Джалая доведалася, что холодное у их працы и как новинки техники допомогают раскрывать самые складанные злочинствы. Такие сборы проводятся два раза на год у каждой в области. При необходности – частей. Всё залежит от комплектования подразделения у следшого комитета молодыми супрацовниками. У якости наставников – самые опытные специалисты. Генетлумачить не только складанные теоретичные моменты. В первую очередь алгоритм действия у следшого демонстрируют на практице. Мы стараемся привлекать наиболее опытных сотрудников следственных комитетов в качестве преподавателей, в качестве наставников, для того, чтобы они на месте под действием наших молодых сотрудников могли анализировать ошибки, подсказывать, как действовать в той или иной следственной ситуации, ну и как наиболее качественно проводить неотложные следственные действия, в частности, осмотры места происшествий, правильно изымать следы для того, чтобы мы потом имели доказательную базу по уголовным делам. И полагаю, что это все приносит, безусловно, большую пользу. Для удельников подрихтовали чатыры локации. Кожная пляцовка представляет криминальную ситуацию, у которой треба будет разобраться следшим. Предполагается, что здесь следователю поступает сообщение об обнаружении трупа. Следственная оперативная группа выбывает на место происшествия и видит труп человека. Рядом находятся пакетики, шприцы и, соответственно, на данном учебном секторе следователи получат практические навыки работы непосредственно при поступлении сообщения об обнаружении трупа. Гэтый автомобиль студенты разглядают с великой текавостью. Ее наснашены усим необходимым для выездной работы. В распораджении есть шеи джип, различены на непроходные дороги. Для перемешения по воде маяться надземанная лодка. У шамаданных следших сотни прылат. Арсеналу инструментов хопить, как собрать доказы с любого места злочинства. Есть какие-то новинки, которые в Арсенале появились совсем недавно, но доказали свою эффективность. Из современного. Есть у нас фототехника современная для того, чтобы делать 3D-панорамные фотосъемки на месте происшествия. В данный момент это только перспективное направление. Такие практичные мероприемства мают великое значение для будущих юристов, которые бачат себя следшими. Романтизация этой профессии под уплывом детективных фильмов и сериалов беспречная. Не все разумеют, что для такой працы необходна не только добрая физичная подрыхтовка, а и великая психологичная устойливость. На первых порах даже не представляют, какие трудности, какие испытания, собственно говоря, и какой уровень профессионализма у них должен присутствовать. И ответственность какая должна быть. И дисциплинированность. Вот к этому они еще не готовы на первых порах. И вот об этом мы с ними очень много беседуем, общаемся. А сегодняшнее вот это мероприятие, оно безусловно, да любой контакт с действующими сотрудниками, оно имеет и образовательное, и воспитательное все-таки определенное влияние. Олени, глядящие на все складанности профессию следших выбирают и девчины, и не шкадуют. Выбор профессии, естественно, я не разочаровалась. Я долго к этому шла, долго стремилась, целенаправленно шла. Такие мероприятия, они, конечно же, способствуют повышению профессионализма. Это непосредственно приобретаешь опыт в работе. В дальнейшем, естественно, легче, когда приезжаешь на какое-либо место происшествия, уже легче. В учебно-методичный сбор будет довжиться пять дьон. Для молодых следших его выникам будет повышение теоретичной и практичной подрихтовки. Студенты смогут вызначиться с выбором юридичного на керунку, а керавниство оценить профессийный потенциал своих сегодняшних и будущих работников. Марина Джалая, Василь Асипцо, телерадиокампания «Гомель» с Жлобинского района. Сегодня на центральном стадионе городского поселка Карма открыли спортивный городок «Мара-Здоровья». На приканце минулого года идею створения пляцовки заявили на конкурс мясцовых инициатив в рамках проекта Международной технической допомоги ЕС-ПРААН «Садение развития на мясцовом узровне у Республики Беларусь». Дякуючи Перамозе, Мару Жихаров кормил в особиле у Життё. На открытии нового спортивного объекта побывала наша здымочная бригада. Реализация идеи стала махчимой, дякуючи финансовой поддержке Европейского союза и в отделу программы развития Организации объединенных наций у Республики Беларусь. За инициативой выступило керавництво и наученцы Кармянской детячо-юнацкой спортивной школы. После перемоги в конкурсе на проект выдатковались выше 16 тысяч евро. За гитый кошт на центральном стадионе городского поселка Карма возвяли спортивный городок с вуличными тренажерами и турниками. Преоритетным для нас сегодня является здоровый образ жизни. А эта площадка будет способствовать именно вот этому направлению. Демографическая безопасность, она во взаимодействии всегда именно с тем образом жизни, который существует на территории Кармянщины. Мы сегодня благодарны вот за эту помощь, международную техническую помощь, которую нам представили в рамках данного проекта. Спортивный городок поделены на два района. Но в первом усталевали 14 вуличных тренажеров. Пять из них призначены для людей с обмежеванными физическими махчимостями. В другом районе разместили комплекс сучасных турников. Пляцовка в ухоле подыходит людям любого взрослого. Головное жадание. Очень-очень, даже давно она здесь необходима. Вы смотрите, сколько здесь приборов, сколько детишек, сколько инвалидов. Сечь, они будут проходить, заниматься и будет толк, будет результат. Очень люблю спорт. Мне также очень нравятся эти тренажеры. И я с удовольствием буду сюда приходить и заниматься. За час реализации проекта по створении и уладковании спортивного городка до его подключились и мясцовые жахары, организации и предприемства Кармянского района. Их агульный уклад у негрошовой форме – 2000 евро. Одным из мероприемств, проведенных в рамках такой доброченной подтримки, стала акция «Семейное древо» по озеленению территории спортивного городка. Моя семья в год Малой Родины, в том числе, не оказалась в стороне. Мы оказали спонсорскую помощь в спортивной школе в закупке ТУИ для благоустройства данной территории. Все желающие смогли высадить данные деревья. Надеюсь, что такие проекты и в дальнейшем будут реализовываться на территории нашего района. И он станет еще красивее и уютнее. Приходится в спортивный городок можно в любой час, в любую пару годов, целиком бесплатно. Такий пригожий куток для занятий спортом не повинен застаться без уваги и на ведвольников. Евгения Кухаронак, Игорь Марисченко, телерадио «Компания Гомель» с кармы. ГТА так сама иншая новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.cvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды я с вами разведываюся. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Очередные масштабные коррупционные схемы и громкие уголовные дела. В сфере здравоохранения Беларуси задержан ряд так называемых медицинских функционеров. Из Минска и Гродно. Разовое незаконное вознаграждение. Некоторых из них доходили до 10 тысяч долларов. Тема взяток не обошла и наш регион. Здесь, правда, обошлось без медработников. Прокуратура области изучила и направила в районные суды Гомеля 4 уголовных дела. Обвиняются сразу несколько должностных лиц госпредприятий. Установлено, что обвиняемые, используя свое должностное положение, вступили в преступный сговор с региональным представителем минской фирмы и без выбора альтернативных вариантов заключили договора на поставку спецсредств индивидуальной защиты для душ подприятий. После заключения договоров на поставку продукции обвиняемые приняли для себя от одного и того же представителя организации незаконное денежное вознаграждение. Сейчас два обвиняемых заключены под стражу и еще двое находятся под подпиской о невыезде. Две тысячи бутылок без акцизов и документов. Очередную крупную партию контрафактного алкоголя из России задержали таможенники в Гомельской области. В восстановленной для досмотра фури было найдено около одной тысячи литров водки. Товар был просто прикрыт деревянными палетами и пустыми канистрами. По данному факту, начат административный процесс, водка изъята. А теперь об обстановке на дорогах региона. Статистика, предоставленная ГАИ, такова. 742 зарегистрированных нарушения, 23 ДТП и один пострадавший. Авария с пострадавшим произошла накануне, поздно вечером на проспекте космонавтов Гомеля. Здесь не поделили дорогу легковушкой мотоцикла «Хонда». 30-летний водитель, управляя автомобилем «Опель», при перестроении на перекрестке, совершил столкновение с женщиной-мотоциклистом 25 лет. В результате столкновения женщина-водитель-мотоциклист была госпитализирована в учреждении здравоохранения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Прошел на обновленном стадионе «Динамо». Во встрече приняли участие спортсмены из Белоруссии, Украины, стран Балтии и Балканского региона. По итогам 15 видов программы, по 7 у мужчин и женщин, а также смешанные эстафеты 4 по 400 метров, хозяева соревнований набрали 160 очков, что позволило одержать итоговую победу. Второе место у спортсменов Украины. Тройку призеров замкнули атлеты команды «Балкан». А теперь о футболе. Тренерский штаб «Зелено-белых» пополнил известный в прошлом белорусский футболист, воспитанник гомельского футбола Александр Кульчи. Специалист успел поработать в тренерском штабе сборной Белоруссии. Тем временем и вуарийский нападающий гомеля Мохаммед Канатес сменил клубную прописку. Игрок подписал контракт с армянским пюником и уже отправился в расположение новой команды, которая сейчас проводит тренировочные сборы в Минске. Мохаммед Канате провел за гомель в нынешнем сезоне 12 матчей в рамках чемпионата страны. На его счету два забитых мяча. Прошел 12-й тур чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги. Славия Мозырь добилась очередной победы. В центральном матче тура мозырские футболисты дома обыграли Бобруйскую белшину со счетом 3-0. Эта виктория позволила Славии переместиться на второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера всего 2 очка, при этом у Мозырян есть игра в запасе. Другие представители региона не смогли в полной мере порадовать своих болельщиков. Юаш Житкович разошелся миром со Сморгонью 1-1. Безголевая ничья была зафиксирована и в матче Светлогорского химика и Лиды. Гомельский локомотив на своем поле уступил Новополоцкому нафтану 0-2. В Минске завершилась республиканская спартакиада школьников под дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Юные спортсмены из Гомельской области достойно выступили на этих стартах. У юношей четвертое командное место, у девушек второе. При этом количество набранных очков в обеих категориях примерно равное. Всего у представителей региона 169 баллов, что позволило в итоговом протоколе занять второе общекомандное место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok